Анна Ахматова Смуглый отрок бродил по аллеям Интуиция слепа. Разум одалживает ей свои глаза. Даже итальянский интеллектуал Бенедетта Крочи, в учении которого логическое развитие выводилось как следующее из интуиции ступень превращения духа, не сомневался в ее слепоте. Философ был уверен в абсолютно духовной природе социальной реальности, интерпретируя духовное как продукт истории, связанный с волей и деяниями людей. Документы критика, жизнь и мысль – вот истинные источники истории, иными словами элементы исторического синтеза и в качестве таковых они не предшествуют истории или синтезу как резервуар, к которому историк спешит со своим ведром, а заложены внутри истории, внутри синтеза, как ими созданные и их созидающие. Истинный смысл исторического познания нельзя постичь, если не отталкиваться от того принципа, что сам дух и есть история, что в каждый отдельный момент он и творит историю и сотворяется ею, т.е. несет в себе всю историю и совпадает в ней с самим собой. Нам свежесть слов и чувство простоту терять не только, что живописцу – зренье или актеру – голос и движенье, а женщине прекрасной – красоту, но не пытайся для себя хранить тебе дарованное небесами, осуждены, и это знаем сами, мы расточать, а не копить. Иди один и исцеляй слепых, чтобы узнать в тяжелый час сомненья учеников злорадной оглумленье и равнодушие толпы. 23 июня 1915 года Слепнёма Жизнь – та же история, но личного характера и в малом масштабе. Пробуждающийся дух делает из послушного общему течению обывателя эстетика, знающего, что у человека есть выбор и оттого умело предающегося радостям жизни. Согласно наставлениям разума и чувства долга, разбуженных сознанием ответственности за свою жизнь, эстетик, по мнению датского философа Сёрина Кьеркегара, может возвыситься до этика, а потом до религиозного человека. Всякое новое преодоление на пути его духовного развития не исключает переживаний отчаяния и постоянных размышлений о том, что хорошо и что плохо, пока человек не убедится в собственном несовершенстве и не ощутит нужды во всепрощающем бой. «Пусть страшен путь мой, пусть опасен, еще страшнее путь тоски», – признавалась Анна Ахматова. Эстетическая, несомненно, получает все шансы вырасти до полноты этического и нравственного, когда обеспечивается единством телесный, душевный и духовный сверх человеческого бытия. Такова Анна Ахматова с самых ранних своих эстетических опытов. В Царском Селе По аллее проводят лошадок, длинны волны расчесанных гриф. О, пленительный город загадок, я печально тебя полюбив. Странно вспомнить, душа тосковала, задыхалась в предсмертном бреду. А теперь я игрушечной стала, как мой розовый друг, как аду. Грудь предчувствием боли не сжат, если хочешь, в глаза погляди. Не люблю только час пред закатом, ветер с моря, и слово уйди. В Царском Селе я жила, в общем, с двух до шестнадцати лет. Из них одну зиму, когда родилась сестра Ия, семья провела в Киеве, институтской улице, и другую в Севастополе, соборная, дом Семенова. Основным местом в Царском Селе был дом купчихи Елизаветы Ивановны Шухардиной, широкая в дороге дому от вокзала угол безымянного переулка. Но первый год века, 1900-й, семья жила зиму в доме Дауделя, угол Средний и Леонтьевской. Там корь и даже, может быть, оспа. А там мой мраморный двойник, Поверженный под старым пленом, Озерным водом отдал лик, Внимает шорохом зеленый, И моют светлые дожди Его запекшуюся рану. Холодный, белый, подожди, Я тоже мраморный стану. 1911-й Мои первые воспоминания царско-сельские. Зеленое, сырое великолепие парков, Выгон, куда меня водила няня, Ипподром, где скакали маленькие пестрые лошадки, Старый вокзал и нечто другое, Что вошло впоследствии В старско-сельскую оду. Читать я училась по азбуке Льва Толстого, Пять лет, Слушая, как учительница занималась Со старшими детьми, Я тоже начала говорить по-французски. Первое стихотворение я написала, Когда мне было одиннадцать лет. Стихи начались для меня Не с Пушкина и Лермонтова, А с Державина, На рождение парфирородного Отрока. И Некрасова, Мороз, Красный нос. Эти вещи знала наизусть Моя мама. Училась я в царско-сельской Женской гимназии, Сначала плохо, потом гораздо лучше, Но всегда неохотно. Анна Ахматова про дому шла. Смуглый Отрок бродил по аллеям, У озерных грустил берегов, И столетия мы лелеем, Еле слышный шелест шагов, Иглы сосен густо и колко Устилают низкие пни. Здесь лежала его треуголка И растрепанный тон парней. 24 сентября 1911 года. Царское село. Биографы сообщают. Мы почти ничего не знаем о том, как складывалась жизнь Анны Горенко после ее вынужденного возвращения к самому морю. Целое пятилетие с августа 1905 по апрель 10 покрыто пеленой тумана, сквозь которую смутно просвечивают мало связанные между собой подробности. Судя по ее письмам к мужу старшей сестры, Сергею фон Штейну, Анна пыталась наложить на себя руки. А вот о том, что толкнула ее на такой странный при ее жизнелюбие поступок, и ему не рассказала. Ситуацию могли бы прояснить стихи кризисных лет, но они уничтожены. Сожжена и многолетняя с 1906 по 10 переписка с Гумилевым. Марченко Ахматова жизнь. Известно, что в доме Инны Эразмовны Горенко из-за непрактичности хозяйки все было наспех, разночинно, как-нибудь. Прислуги много, толку чуть, гувернантки рассеянны, дерзки, дети предоставлены сами себе, ни порядки, ни уюта, ужасающий кавардак. Самой пугающей была смерть. Младшую сестру Анны, больную четырехлетнюю Рику, при которой она семилетняя исполняла роль маленькой няни, родители отправили к тетке в Киев, где Рика и умерла. Девочку увозили ночью, чтобы никто из малышей ничего не узнал, но Анна не спала и знала, как мать в полутемных сенях ломала иссохшие пальцы. Это страшное впечатление детства многократно повторялось в последующие годы. Летом 1906 года от скротичной чахотки умерла старшая сестра Инна. После смерти ребенка в 1920-м отравился Мурфием старший брат Андрей. В 1922-м все от того же туберкулеза умерла и младшая сестра Ия. В 1930-м сразу после смерти матери младший брат Виктор эмигрировал из страны. Северные Элегии О десятых годах. И никакого розового детства. Веснушечек и нишек и кудряшек и добрых тетей, страшных дядь и даже приятелей средь камешков речных. Себе само я с самого начала то чьим-то сном казалась или бредом, или отражением в зеркале чужом, без имени, без плоти, без причины, уже я знала список преступлений, которые должна я совершить. И вот я, лунатически ступая, вступила в жизнь и испугала жизнь. Она передо мною стлалась лугом, где некогда гуляла прозерпимая. Передо мной, безродной, неумелой, открылись неожиданные двери. И выходили люди и кричали, она пришла сама, она пришла сама, а я на них глядела с изумлением и думала, они с ума сошли. И чем сильнее они меня хвалили, чем мной сильнее люди восхищались, тем мне страшнее было в мире жить и тем сильнее хотелось пробудиться. И знала я, что заплачу старицей в тюрьме, в могиле, в сумасшедшем доме, везде, где просыпаться надлежит таким, как я. Но длилась пытка счастьем. 4 июля 1955 года. Москва. Лунатически ступая, по всей видимости, не просто метафора. Алла Марченко в биографической книге Ахматова «Жизнь», где известное, предполагаемое и вымышленное, спутанное переплетено, описывает приступы лунатизма, которым была подвержена дикая девочка до 15 лет. Она вставала ночью и уходила в бессознательном состоянии на лунный свет. Отыскивал ее отец и приносил на руках домой. Андрей Антонович любил хорошие сигары, папирос не признавал. Этот отцовский запах, запах дорогой сигары, с тех пор навсегда связался с лунным светом. Старая нянька твердила барыне. Вся беда от того, что в комнате, где спит девочка, забыли занавесить окно. Окно зашторили, но Анна тайком, дождавшись восхода луны, занавески раздергивала. Ей нравилось следить за игрой лунных лучей с вещами и предметами ее спаленки. Алла Марченко Ахматова «Жизнь» Молюсь оконному лучу. Он бледен, тонок, прям. Сегодня я с утра молчу, а сердце – пополам. На рукомойнике моем позеленела медь, Но так играет луч на нем, что весело глядеть. В такой невинной и простой вечерней тишине, Но в этой храме не пустой, он словно праздник золотой, И утешенье вне. 1909. Первый стихотворный сборник Анны Ахматовой Вышел в 1912 году в Санкт-Петербурге Под издательской маркой цеха поэта. Николай Гумилёв заплатил за печать сто рублей И сам забрал из типографии все триста экземпляров. Сборник назывался «Вечер» И сопровождался предисловием Михаила Кузмина. Критика отнеслась к нему благосклонно. В марте 1914 года вышла вторая книга «Чёткий». В жизни ей было отпущено примерно шесть недель. В начале мая петербургский сезон начинал замирать, Все понемногу разъезжались. На этот раз расставание с Петербургом оказалось вечным. Мы вернулись не в Петербург, а в Петроград. И с девятнадцатого века сразу попали в двадцатый. Все стало иным, начиная с облика города. Казалось, маленькая книга любовной лирики начинающего автора Должна была потонуть в мировых событиях. Время распорядилось иначе. Анна Ахматова про дому Суа Читая Гамлета У кладбища направо пылил пустырь, а за ним голубела река. Ты сказал мне, ну, что ж, иди в монастырь или замуж за дурака. Принцы только такое всегда говорят. Но я эту запомнила речь. Пусть струится она сто веков подряд горностаевой мантий с плеч. 1909. Киев В выпускном классе гимназии в Киеве Анна Горенко была одета не по форме – платье густо-шоколадного цвета из мягкой дорогой ткани, которая сидела на ней как влитое. На урок рукоделия барышням велели принести калинкоровую ткань для ночной рубашки. Анна достала прозрачный батист нежно-розового коля. Это неприлично, – заметила учительница. Вам, может быть, а мне нисколько, – ответствовала ученица и осталась неатестованной по рукоделью. И как будто по ошибке я сказала – ты. Озарила тень улыбки, милые черты, От подобных оговорок всякий вспыхнет взор. Я люблю тебя, как сорок ласковых сестёр. 1909 В конце пятидесятых она вспоминала. 25 апреля 1910 я вышла замуж за Николая Степановича Гумилёва и вернулась после пятилетнего отсутствия в Царское село. Смотри стихотворение «Первое возвращение». В отношении Николая Степановича к моим стихам тоже надо наконец внести ясность, потому что я до сих пор встречаю в печати зарубежной неверные и нелепые сведения. Так Страховский пишет, что Гумилёв считал мои стихи просто времяпрепровождением жены поэта. А в Америке ж, что Гумилёв, женившись на мне, стал учить меня писать стихи, но скоро ученица превзошла и тому подобное. Всё это сущий вздор. Стихи я писала с одиннадцати лет совершенно независимо от Николая Степановича. Пока они были плохи, он со свойственной ему неподкупностью и прямотой говорил мне это. Затем случилось следующее. Я прочла в Брюловском зале Русского музея корректуру кипарисового ларца, когда приезжала в Петербург в начале десятого года и что-то поняла в поэзии. В сентябре Николай Степанович уехал на полгода в Африку, а я за это время написала то, что примерно стало моей книгой «Вечер». Я, конечно, читала эти стихи многим новым литературным знакомым. Маковский взял несколько в Аполлон и так далее. Смотри, Аполлон, одиннадцатый год, номер четыре, апрель. Когда 25 марта Николай Степанович вернулся, он спросил меня, писала ли я стихи. Я прочла ему все, сделанное мною, и он по их поводу произнес те слова, от которых, по-видимому, никогда не отказался. Смотри его рецензию на сборник «Орион». Заодно в скобках и опять в ответ на Десара и Лавки напоминаю, что я выходила замуж не за главу акмиизма, а за молодого поэта-символиста, автора книги «Жемчуга» и рецензии на стихотворные сборники «Письма о русской поэзии». Анна Ахматова про Добу Сула Первое. Возвращение. На землю саван тягостный возложен, Торжественно гудят колокола, И снова дух сметен и потревожен И с томной скукой царского села. Пять лет прошло, здесь все мертво и немо, Как будто мира наступил конец, И, как всегда, исчерпанная тема В смертельном сне покоится Творец. 1910. Акмиизм возник в конце 1911 года. В десятом году Гумилёв был еще правоверным символистом. Разрыв с башни начался, по-видимому, С печатного отзыва Гумилёва о Кор Арденс на страницах Аполлона. О всем, что следовало за этим, Я много раз писала в другом месте статья «Судьба акмиизма». Вячеслав Иванов, ему чего-то в этой рецензии Никогда не простил. Когда Николай Степанович читал в Академии стиха Своего блудного сына, Вячеслав обрушился на него С почти непристойной бранью. Я помню, как мы возвращались в царское, Совершенно раздавленное, Происшедшее. И потом Николай Степанович всегда смотрел на Вячеслава Иванова, Как на открытого врага. С Брюсовым было сложнее. Николай Степанович надеялся, Что тот поддержит акмиизм, Как видно из его письма к Брюсову. Но как мог человек, Который считал себя столпом русского символизма И одним из его создателей Отречься от него во имя чего бы то ни было. Последовал брюсовский разгром акминизма В русской мысли, Где Гумилёв и Городецкий Даже названы господами, То есть людьми, Не имеющими никакого отношения к литературе. Анна Ахматова, Ро, Дом, Су. Он любил. Он любил три вещи на свете. За вечерней пенье, Белых павлинов И стёртые карты Америки. Не любил, когда плачут дети, Не любил чая с малиной И женской истерики. А я была его женой. 9 ноября 1910 года. Киев. «Раз семья заменяет всё, Уверяла спустя много лет Фанни Гиршевна Фельдман, Известная советскому зрителю Под сценическим псевдонимом Фаины Георгиевны Раневской, Прежде чем ею обзавестись, Стоит хорошенько подумать, Что тебе важнее – Всё или семья?» Сохранилось киевское письмо Анны Горенко, Мужу старшей сестры Сергею фон Штейн. Киев. 2 февраля 1907 года. Милый Сергей Владимирович, Я решила сообщить вам о событии, Которое должно коренным образом Изменить мою жизнь. Я выхожу замуж за друга моей юности, Николая Степановича Гумилёва. Он любит меня уже три года, И я верю, что моя судьба – Быть его женой. Люблю ли я его – я не знаю, Но, кажется мне, что люблю. Не говорите никому о нашем браке, Мы ещё не решили нигде, Никогда это произойдёт. Вот это тайна. Я даже Вале ничего не писала. Цитируется по книге Аллы Марченко «Ахматова жизнь». Однако согласие на замужество Анна дала молодому поэту-символисту, Автору книги «Жемчуга» И рецензий на стихотворные сборники Гумилёву Лишь в конце ноября 2009 года, Несколько дней спустя, После его дуэли с Максимилианом Волошиным На Чёрной Речке И после того, как получила его письмо. В записных книжках она отмечала. Письмо, Которое убедило меня согласиться на свадьбу Я запомнила точно одну фразу. Я понял, что в мире меня интересует Только то, что имеет отношение к вам. Это почему-то показалось мне убедительным. Цитируется по книге «Черных» «Летопись жизни и творчества» Анны Ахмата. Прибыв с Кузьминым и Алексеем Толстым в Киев На литературный вечер журнала «Аполлон» Николай Гумилёв пригласил свою любовь В гостиницу европейскую пить кофе. Там в который раз он сделал ей предложение И, окрылённый, неожиданным согласием Все три дня провёл с Анны, После чего из Киева же отправился В спланированное ранее путешествие По Африке Через Константинополь, Каир, Джибути, Дередауа и Хараре. Сегодня мне письма не принесли, Забыл он написать или уехал, Весна, как трель серебряного смеха, Качаются в заливе корабли, Сегодня мне письма не принесли. Он был со мной ещё совсем недавно, Такой влюблённый, ласковый и мой, Но это было белою зимой. Теперь весна и грусть весны отравна. Он был со мной ещё совсем недавно. Я слышу лёгкий трепетный смычок, Как от предсмертной боли бьётся, бьётся, И страшно мне, что сердце разорвётся, Не допишу я этих нежных строк. 27 февраля 1912 Теперь настаёт очередь Маковского. Сейчас прочла у драйвера, Что они, Маковские, почему-то стали Моими конфидентами, И против воли Гумилёва Сергей Константинович напечатал мои стихи В Аполлоне, одиннадцатый год. Я не позволю оскорблять трагическую тень Поэта нелепой и шутовской болтовнёй, И да будет стыдно тем, Кто напечатал этот вздор. Вначале я действительно писал Очень беспомощные стихи, Что Николай Степанович и не думал от меня скрывать. Он действительно советовал мне Заняться каким-нибудь другим видом искусства, Например, танцами. Ты такая гибкая. Осенью десятого года Гумилёв уехал в Адисабебу. Я осталась одна в Гумилёвском доме, Бульварная, дом Георгиевского. Как всегда много читала, Часто ездила в Петербург, Главным образом к Вале Срезневской, Тогда ещё Тюльпановой. Побывала и у мамы в Киеве И сходила с ума От кипарисового ларца. Стихи шли ровной волной. До этого ничего похожего не было. Я искала, находила, теряла. Чувствовала, довольно смутно, Что начинает удаваться. А тут и хвалить начали. А вы знаете, как умели хвалить На Парнасе Серебряного века? На эти бешеные и бесстыдные похвалы Я довольно кокетливо отвечала. А вот моему мужу не нравится. Это запоминали, раздували, Наконец это попало в чьи-то мемуары, А через полвека из этого возникла Гадкая злая сплетня, Преследующая благородную цель Изобразить Гумилёва Не то низким завистником, Не то человеком, Ничего не понимающим в поэзии. Башня ликовала. 25 марта 11 года Благовещение старого стиля Гумилёв вернулся из своего путешествия В Африку в Одисабер. В нашей первой беседе Он, между прочим, спросил меня, А стихи ты писала? Я оттайно ликую и ответил, Да. Он попросил почитать, Прослушал несколько стихотворений И сказал, Ты поэт, Надо делать книгу. Вскоре были стихи в Аполлоне. Одиннадцатый год, номер четыре. Анна Ахматова, Листки из Дневника Вечерняя комната Я говорю сейчас словами теми, Что только разрождаются в душе. Жужжит пчела на белой хризантеме, Так душно пахнет старое саше, И комната, где окна слишком узки, Хранит любовь и помнит старину. А над кроватью надпись по-французски гласит Сеньор, айе питье де ну! Ты сказки давний горестных заметок, Душа моя, не тронь и не ищи. Смотрю блестящих севрских статуэток Померкли глянцевитые ищи. Последний луч, и жёлтый, и тяжёлый, Застыл в букете ярких георгин, И, как во сне, я слышу звуки овы И редкие окорные клавесины. 21 января 1911. Киев. Всем, в особенности за границей, Хочется, чтобы меня открыл Вячеслав Иванов. Кто отец этой легенды – не знаю. Может быть, пяст, который бывал на башне, Смотри встречи. А в самом деле было так. Николай Гумилёв после нашего возвращения Из Парижа летом десятого года Повёз меня к Вячеславу Иванову. Он действительно спросил меня, Не пишу ли я стихи, Мы были в комнате втроём, И я прочла. И когда друг друга проклинали Девятый год, Киевская тетрадь, И ещё что-то, кажется, Пришли и сказали. И Вячеслав очень равнодушно И насмешливо произнёс Какой густой романтизм! Я тогда до конца не поняла его иронии. Осенью Николай Степанович, Успев снискать вечную немилость Иванова, Рецензии на Кор Арденс, Смотри Аполлон, И письмо Иванова Гумилёву, Уехал на полгода в Африку, Войди с обеду. Вячеслав встретил меня на Раевских курсах, Где он читал лекции, И пригласил на понедельник, И уже не среды. Там я действительно несколько раз читала стихи, И он действительно их хвалил. Но их тогда уже хвалили все – Толстой, Маковский, Челков и так далее. Они были приняты в Аполлон и напечатаны, А тот же Иванов лицемерно посылал меня к Зинаиде Гиппе. Александра Николаевна Чеботаревская Увела меня в соседнюю комнату и сказала. Не ходите к ней, она злая и вас очень обидит. Я ответила. А я и не собираюсь к ней идти. Кроме того, Вячеслав Иванович Очень уговаривал меня бросить Гумилёва. Помню его слова. Этим вы его сделаете человеком. О том, как он тет-а-тет плакал над стихами, Потом выводил в салон и там ругал довольно едко, Я так часто и давно рассказываю, Что скучно записывать. Анна Ахматова Листки из Дневника Сжала руки под тёмной вуалью. Отчего ты сегодня бледна? Оттого, что я терпкой печалью Напоила его да пьяна. Как забуду? Он вышел, шатаясь, Искривился мучительно рот. Я сбежала, перил не касаясь, Я бежала за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула, «Шутка! Всё, что было! Уйдёшь, я умру!» Улыбнулся спокойно и жутко И сказал мне, «Не стой на ветру». 8 января 1911. Киев Кому обращается лирическая героиня Анны Ахматовой? К мужу своему, а прежде жениху, Младшему из семьи Гумилёвых? Или, как предполагает Марченко, Кчелкову, герою-любовнику И теоретику мистического анархизма? Предположение путаний И недостойней кривотолков о том, Кто навесил Анну на шею русской литературы. Всё не то и не так. Анна Ахматова обращается лично К каждому читателю, Начиная с вопроса, «А от чего ты сегодня бледна?» И вплоть до того момента, Когда устами своего героя отвечает, «Не стой на ветру». И от того у миллиона её собеседников И собеседниц появляется возможность Сказать что-то ещё, Или поступить в своей жизненной ситуации Уже под впечатлением этого «Не стой на ветру». От биографов с обывательским интересом К подробностям интимной жизни Ускользает понимание эстетических фактов, Памятников жизни и творчества поэта. Такие исследователи Ищут нечто новенькое на пути тоски И придерживаются рассуждения в духе. Скорее всего, Если вынести за скобки Не стыковки и противоречия, Дело обстояло примерно так. Или О чём они говорили мы, конечно, не знаем, А вот о чём могли говорить, Предположить всё-таки можно. Как это у Марченко В книге Ахматова «Жизнь» Желание покопаться в ссоре, Из какого растут стихи, Вытесняет саму возможность Вдумчивого и серьёзного изучения и анализа текста, При котором только и может быть реализовано главное. Выстроен диалог современника С тем, что хотело сказаться в авторском творчестве. Возникающие гипотезы, Яркие сопоставления с житийскими обстоятельствами, С тем, что сей минут набросается в глаза, Свидетельствуют скорее о пристрастиях, Склонностях и подспудных аддикциях Самого горе учёного, Когда полагая, что изучает литературу И поэтическую диэтику, Он на деле обнаруживает Собственные, бессознательные комплексы И психологические якоря. Это ситуация, когда немые Пытаются взять слово На пленарном заседании в академии, Где слепые судят Аврубели и Модильяне, А глухие считаются знатоками симфонической музыки. При этом все дружно источают ароматы От парфюмера, Сыновни любовью, Привязанного к выгребной яме. К сожалению, подобных исследований В начале 21 века появилось множество, И рассчитаны они На самую широкую читательскую аудиторию. Так же, как суррогаты искусства, Обволакивая, Вытесняют подлинники, Эта рыночная нацеленность Окололитературной продукции на тираж Обесценивает сам предмет исследований, Личность поэта, Его творчество И в конечном счете литературу. Поглядите, Эти люди Такие же, как мы, А может и еще хуже, Сообщают читателю Недошивин, Катаева, Марченко, Мурашкинцева И прочие Иже с ними Популяризаторы И экскурсоводы По запутанным Их же коллективными усилиями Дебрям истории. Алла Марченко Разоблачает. Твердо убежденная в том, Что у поэта, Как и у всякого человека Есть полное право скрыть то, Что он по тем или иным Причинам не хотел бы Сделать общественным Достоянием, Анна Андреевна Сознательно Утаила многие Многие подробности Своей достаточно богатой Личной жизни. Оставим пока вопрос, Почему Анна Андреевна Весьма откровенная В одних случаях Скрытничает в других Ничуть не более Чекотливых И озаботимся Другой проблемой. А имеем ли мы Читатели В потомстве Моральное право Допытываться до истины? И не смахивает ли Наше желание Знать о любимом поэте Если не всё, То как можно больше На элементарное Бытовое любопытство? Разумеется, Каждый волен выбирать, Но лично я считаю, Что имеем Хотя бы по тому же, Что сама Ахматова В своих пушкинских Расследованиях С расхожими табу Ничуть не считается. Марченко Ахматова жизнь Нетрудно представить, Как ответил бы Такому биографу Бенедетта Кротче Или Сёрен Кьеркиго. Несколько неловко Было бы услышать, Что сказала бы Анна Андреевна, А уж Фаина Георгиевна Думается, В выражениях бы Совсем не стеснялась. У поэта, Заключила Анна Андреевна В 1957 Существуют тайные Отношения Со всем, Что он когда-то Сочинил, И они часто Противоречат тому, Что думает О том или ином Стихотворении Читатель. Анна Ахматова Про домов сон. Скучно мне всю жизнь Спасать От себя людей, Скучно Кликать Благодать На чужих Друзей. 1923 Читателям В потомстве, Чужим друзьям И ревнителям Литературы От Марченко, Для того, Чтобы ничуть не считаться С расхожими табу, В той же пушкинистике, Надо для начала Самим суметь Подняться На тот Эстетический И этический Уровень, Который Задала Анна Ахматова. То же самое И в отношении Творчества Вернейшей Подруги Чужих Мужей. Чтобы Перейти От не всегда Честного Изложения Биографических Фактов К Спекуляциям Вокруг Фактов Эстетических, Исследователю Самому Необходимо Проделать Известный Путь По Аллеям Царского Села, Путь От Обывательского Гипостазированного Понимания К эстетическому И этическому Преображению И рефлексивному Оснуслению. При условии Нравственной Целостности Когда личность Не распадается На бытовой набор Говорю одно, думаю другое, Делаю третье. Единство Душевной И духовной Жизни И известного Психического Здоровья Некоторые Этапы Пути Можно проделать Вместе с Повествованием О том, как удалось Это поэту. Эстетик Этик Религиозный Человек. В этом случае Переживание Художественного Текста, как Пространство Собственных Имён, не будет Обременено Неимоверной Пошлостью Мещанских Коннотаций. Пусть Страшен Путь мой, Пусть Опасен, Сказала В самом его Начале Анна Ахматова. Я не даю Сказать Ни слова Никому В моих стихах, Разумеется. Я говорю От себя, за себя Все, что можно И чего нельзя. Иногда В каком-то Беспамятстве Вспоминаю Чужую Чужую Фразу И превращаю Ее В стих. Серебряный Век Русской Поэзии И Философии В преодолении Грозного Прошлого И Самостоянии В неизбежности Настоящего Весь, Как один От Иннокентия Федоровича Анинского И Александра Александровича Блока До Анны Андреевны Ахматовой И Бориса Леонидовича Пастернака Росчерк Этого Восхождения. Дверь Полуоткрыта, Веют Липы Сладко, На столе Забыты Хлыстик И Перчатка. Круг От лампы Желтый, Шорохом Внимаю, Отчего Ушел-то Я Не Понимаю, Радостно И Ясно Завтра Будет Утро, Эта жизнь Прекрасна, Сердце, Будь же мудро, Ты Совсем устала, Бьешься тише, глуше, Знаешь, я читала, что бессмертны души. 17 февраля 1911 Царское село Завтра Плэн Глоб Завтра Завтра Хлеб Т Продолжение следует...